На сегодняшний день наука Тувы вносит огромный вклад не только в российское, но и во всемирное общество. Один из недавних примеров – это создание экологичной печки ученым Тувинского госуниверситета Сергеем Дамдыном, изобретение которого заинтересовало не один регион России. Мне кажется, даже тогда, когда мы об этом не думаем, на самом деле, вот те или иные и технические блага, и блага какого-то другого плана – это ведь результат кропотливой работы многих ученых. Не всегда это видно. И не всегда мы результат воспринимаем, что да, действительно, ведь это задача ученых. Что касается нашей республики, то, мне кажется, здесь очень много уже реализуемых направлений. Конечно, это и гуманитарное направление, это сохранение нашего культурного наследия. Одной из тем обсуждения стал вопрос наставничества нынешними учеными над студентами Тувинского госуниверситета. Университет является мощнейшей машиной, ежегодно выпускающей готовых ученых для свершения новых исследований во благо республики. Молодежь Тувы на данный момент где-то на 60-70% интересуется наукой. Остальные, ну, не только наукой, но и спортом там, параллельно тоже интересуются, потому что на данный момент наука является главным фактором движения общества в целом. За последние годы направление работ ученых от фундаментальных наук поменяло вектор на более прикладные исследования. Для нас, как сельскохозяйственного региона, это имеет большое значение для развития экономического потенциала Тувы. Сегодня в нашем республиканском избирательном штабе мы проводим встречу с представителями научного сообщества. Здесь собрались и молодые ученые, и заслуженные деятели науки, и студенты, и волонтеры. Задача такой встречи – обсудить место науки в нашей жизни, ее основные приоритетные направления, преемственность в науке. Ни для кого не секрет, что, конечно, развитие нашей страны во всех ее аспектах – политических, социальных, экономических – напрямую зависит от того, какое внимание уделяется науке и как она развивается. Итогом встречи можно считать единодушное мнение всех участников круглого стола, что еще с малых лет необходимо прививать любовь ребенка к исследовательской деятельности. Для достижения этой цели необходимо активнее привлекать школьников и студентов к различного рода олимпиадам и научным конференциям.